Здравствуйте дорогие телезрители! Как всегда в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Моими соведущими на сегодня будут две прекрасные сестрички. Хадижа. Привет. И Фатима. Привет. Итак, девочки, вы у нас уже были на передаче, да? Вы уже были моими соведущими? Давайте напомним о себе, сколько лет, чем занимаетесь. Хадишка старшая, Фатима младшая, да? Хадижа, рассказывай, в какой класс перешла? Третий. Третий. Ты почему так аккуратно сказала? Осторожно, чтобы никто не слышал. А ты перешла? Второй. Хорошо. Насколько я помню, с уроками помогаешь ей ты? Или она тебе? Да, а ты не любишь какой-то из предметов. Какой ты не любишь? Математику ты не любила? Я все не люблю. Простите. Как можно любить, правда же? Хорошо. Так, девочки, сегодня у нас будет аппликация с элементами рисунка, поэтому давайте расскажем, что нужно приготовить и дальше уже расскажу, что же будем делать. Нам понадобится два тонких листа, да? Обычный формат А4. Это забирайте себе. Также нам понадобится два голубеньких листа. Правильно. Еще понадобится более плотная бумага. Это восьмая часть ватмана. Мы взяли ватман, разрезали на 8 частей и забрали вот такой вот плотный листочек. Также формат А4. И нам понадобится вот такая бумага. Это крафт бумага. Это очень-очень удобный и нужный материал в аппликациях. И давайте еще расскажем. У нас здесь мелкие цветные, конечно же простые карандаши сразу. Еще у нас есть такие маркеры. Они у нас тоненькие, с тонким стержнем, чтобы работа была более аккуратная. Ножницы и клей. Теперь давайте сейчас я расскажу вам, что же мы будем делать. Настали летние каникулы, правильно? А что самое приятное в летние каникулы? Спать. Конечно же спать. Вот я угадала. Спать до обеда, да? Вот и у нашего героя сегодняшнего тоже мечта сбылась, и он будет спать до обеда. Мы будем делать мишку, который спит в такой хорошей, мягкой постели. Итак, приступаем. Основа у нас плотная бумага. Ее сразу же подготовим. Теперь нам нужно будет взять этот голубой лист бумаги и немножечко сделать его меньшим форматом для того, чтобы мы вот приклеили примерно посерединке, и вот здесь у нас краешки остались. То есть это у нас будет такой, как будто рамочки. А потом я расскажу, что это у нас будет. Для этого мы просто берем, сейчас вот так сейчас подгоняем. Таким образом. В этом сейчас я вам помогу. Ой. Такой портрет, что ли? Ну, это кажется, что как портрет, как картина, да? В рамке. Но нет, это не картина в рамке будет. Это будет у нас его простынь. Простынь. Простынька. Простынька. Простынь. То есть мы сейчас ему делаем постельное белье. Так. Лишнее я убираю. Сейчас я тебе тоже помогу, и ты будешь приклеивать. Хорошо? Так. Мы взяли примерно сантиметра два с одной стороны, убрали, и также два сантиметра с другой стороны. То есть мы чуть-чуть уменьшили формат А4, тем самым у нас будет вот так. Вот так. Сейчас тебе тоже помогу. А пока я помогаю твоей сестре, берешь и приклеиваешь хорошенько. Вот здесь обрабатываешь края клеем и приклеиваешь посерединке. Договорились? Давай. Тебе на помощь приду. Чем вы занимаетесь в свободное время? Вот сейчас на каникулах. Чем вы занимаетесь? К бабуле или к детям? Ну, вы к бабуле едете? Да, хорошо. Давайте так. У бабули чем занимаетесь? Крест. Ой, моя бабуля. Вот когда Мухаммадик приезжает, мы с Мухаммадиком и делаем. Мухаммадик это кто? Это ваш братик? Да. Давай, то же самое приклеивай. Хорошо. Так. Следующим этапом мы берем белый лист бумаги и сейчас будем делать подушку для нашего мишки. Подушка будет какая? Прямоугольная. Примерно сантиметров семь. Ну да, сантиметров семь нам хватит. Приклеивай. Так. Так. Сейчас. Да, будет достаточно. Вот такой прямоугольник у нас получается. И чтобы наша подушка была более похожа на подушку, сейчас будем вот здесь чуть-чуть закруглять наши уголочки. Вот таким образом. Вот. И эту подушку вот сюда приклеиваем. Приклеиваем подушку. Смешная? Смешная? Смешная. Ну, у нас тут мишка тоже небольшой будет. В натуральную величину мы не можем сделать медведей, к сожалению. Все, приклеили? Так. Вот что у нас сейчас получается. Уже более похож, да, на постель. Нет. Теперь мы давайте приступим к украшению. Для начала мы должны сделать следующее. У подушки сделаем небольшую бахрому. Как это делать? Мы просто вот так по бокам делаем много-много вот таких вот маленьких черточек по всему периметру. Понятно? То есть вот так вкруговую мы делаем такие черточки. Вот так. Потом идем наверх и так далее. Давай. Поехали. Приступаем. Приступаем. А я сейчас покажу, что мы будем делать с крафтовой бумагой. Вы уже догадались, да, для чего нам эта бумага? Для чего? Чтобы сделать кого? Для мишки. Конечно, для мишки. Сейчас я вам нарисую детальки, а детальки потом сами вырежете. Хорошо? Мы рисуем сначала голову медведя. А подушку надо раскрасить? А подушку нужно будет украсить так, как вам захочется. Так. Голова мишки у нас будет такая немножечко овальной такой формы. Нарисуем ушки. Нарисуем глазки. Мужточка. Сейчас я все покажу. Вот наш мишка. Мы его обведем маркером, добавим шерсть. Ну и остальные детали тоже прорисуем. Теперь. Здесь же мы должны сделать лапки. Вот одна лапка. На фасоль похожа даже. А здесь другая. Раз. Два. Все. Да. То есть все, что нужно нам от мишки, это вот голова и четыре лапки. Понятно? Теперь смотрите. Сначала мы должны обвести. Затем вот эти тоже мордочку и все остальное сделать. И сделать много вот таких вот черточек. Это же его шерсть. Шерсть. Да. То есть мы прорисовываем теперь вот так еще и шерсть. То же самое делаем на лапках и на нижних лапках тоже. Все. Приступаем. А я тебе, Ходиже, помогаю нарисовать. И после этого мы должны будем его вырезать. Одеяло у нас будет также прямоугольной формы. Но сейчас посмотрим по размеру, какой нам нужен будет размер. Примерно формат А5, то есть половинка альбомного листика. И еще, наверное, меньше нужно будет для того, чтобы наш мишка тоже поместился и лапки тоже торчали. Давайте мы сделаем еще вот так. Так, примерно, ну, примерно 10 на 15 получается. Как фотографии, старые фотографии. Так. А вы знали, что раньше распечатывали фотографии? Проявляли. Белые. Ну, черно-белые, да. Проявляли. Была такая пленка. Вы знали? Проявляли такие фотографии. И был такой фотоаппарат еще. Нет, у меня тоже в детстве был такой фотоаппарат. Да, у меня были есть много фотоаппарат. Распечатанных? Да. Когда она была маленькая. Ну вот. Хорошо. Покажем. Вот наши шаблоны. Теперь будем их вырезать. Приступаем. Держи. Держи. Давайте я вам помогу, тоже вы будете голову вырезать. А я вам помогу с лапками. Вы мне расскажите, кто будет смотреть с вами передачу? Так. Кому из них будете передавать привет всем? Привет. Тогда передавайте. Привет. Привет всем или каждого поименно? Всем. А ты? Привет всем. Вам много задали задания на каникулы? Расскажите мне. Не, да. Да? Тебе, наверное, задали много читать? Не, ничего не было. Вообще? Мы быстренько сейчас вырезаем. И приступаем к одеялу. Одеяло у нас будет полосатое. Для этого мы взяли мелочки. Сделаем его в тех оттенках, которые вам понравятся. В таких, да, оттенках? Ну, хорошо. Это мы уберем. Убираем. Сюда. Это можно использовать как трафарет. Давайте сначала мы приклеим с вами, наверное, голову. Да? Давайте. Вот так вот. Мы сейчас укладываем мишку спать. Поэтому приклеиваем вот сюда примерно. Ну, чуть-чуть отступая от верха. Приклеиваем голову. Поехали. Давайте. Не забываем хорошенько краешки обрабатывать клеем. Давай. Вот, видишь? Одного раза достаточно, но при этом ты давишь. Будем подгонять сейчас одеяло. Вот, отлично. Вот так, приклеивай его хорошо. Убираем. Да. Ну, подожди, здесь секреты не раскрывай. Надо сначала чуть-чуть укоротить одеялко. Держи. Тебе нужно... Нет, нет, подожди. Тебе нужно сначала это приклеить, потом мы украсим, и после этого дальше уже соберем нашего мишку. Мы уже половину работы выполнили, поэтому... Давай. Поэтому сейчас уже будем быстренько работать. В каких оттенках будешь делать свое одеяло? Ну, давай так. Голубой, так, синий, розовый и оранжевый. Давай, вот какие хочешь сделать? Мы должны сделать много разноцветных полосочек. Полосатые будут одеяла. Ты хочешь розовый и голубой? Давай. Убираем. Розовый и голубой. Вот теперь смотрите, что мы должны сделать. Мы берем наш прямоугольничек и просто рисуем аккуратно вот такие полосочки. Сначала одного цвета, потом между ними добавляем другой цвет. Понятно? Вперед. Приступаем. Вот. А теперь возьмем синий и по краям мы делаем точно такую же бахрому. С этой стороны и с этой. Хорошо? Давай. То же самое. Смотри, я тебе даю синий. И по краям ты делаешь вот такую вот бахрому, как и здесь. Хорошо? Только с этой и с этой стороны. Слева и справа. Вверху и внизу мы ничего не трогаем. Сейчас уже будем заканчивать с вами работу. Давайте скорее покажем наших милых медвежат. Так. Ага. Хорошо. Можно даже сделать вот так. Готово? Давай чуть-чуть почаще сделаем вот здесь. Вот так. Теперь приступаем к дальнейшей сборке. Вот эти вот как капельки, вот эти лапки. Это нижние лапки. Если получается, мы можем вот сюда продеть под низ. Вот так, под одеяло. Можем вот так сверху. Но желательно, конечно, под низ, чтобы они у нас спрятались. Понятно? И если они у вас будут выходить за линию и, в принципе, за листочек, это будет даже намного интереснее. Это ты делаешь так. А большие лапки подлиннее, это вот так. Мы приклеиваем сверху отдел. Понятно? Прямо вот здесь, где голова, шутка приклеиваем. А эту часть приклеила? Нужно чуть-чуть вот здесь, чтобы у тебя тоже не убегали лапки. Вот так. Все? Сделали? Да. Теперь я вам предлагаю последний штрих. Возьмем и на подушке сделаем вот такие вот кружочки, горошинки. Держи. Украшаем. Не закрашены? Не закрашены? Ну, давай. И цветочки. И цветочки? Да. Ну, давай, хорошо. У нас последние штрихи, это уже дизайнерские моменты, поэтому сейчас мы подождем, не будем мешать творчеству. Мы закончили. Давайте покажем, что получилось у нас. Давай, подожди, стой. Не закрывается. Так, надо сделать. Показываем на счет три. Давай. Раз, два, три. Такие милые мишки, правда же, получились у вас? Да. Очень хорошенькие. И у тебя девочка, я так думаю, и у тебя девочка, да? Несмотря на то, что голубые оттенки. Вот такие работы получились у наших девочек. Милые, красивые. И даже можно кому-нибудь подарить, да? Подписать. И это уже будет такой подарок, который сделаем своими руками. Но какие работы получились у вас, нам бы тоже хотелось увидеть. Присылайте их к нам в редакцию. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим, что? Пока. Пока. Пока.